Я хотел бы узнать твое мнение и отношение к имаму Абу Ханифи и к шейху Аль-Альбани. Я недавно столкнулся с мнением братьев с Кавказа о том, что они заблудшие. Ваалейкам Ассаляму Рамату Абаракату. Я... Когда Кадырова отправится захватывать Украину? Это очень хороший вопрос. Два эфира назад, по-моему, да? Или три эфира назад. Я как раз показывал ему кадры матерей. А чем Иудов не правы? Какой народ заслуживает большего презрения, чем тот, который, став предателем, кричит о том, какие они чеченцы, какие они герои, борцы за свободу? Загласись, в этом презрении он прав. В чем он прав? Он был бы прав, если бы он говорил конкретно о своей шайке, о окружении Кадырова, если бы он говорил, да, он был бы прав. Но он говорит в целом о народе, который того, о чем ты говоришь, не причастен к этому. В целом народ не презирает и их, и Россию, и все, что с ней связано. Поэтому пусть он будет любезным, говорит конкретно о себе, о своей семье, о Кадыровском окружении. Разве это плохо, говорит, что наш чеченец Рамзан Кадыров во всем мире авторитетный? Даже сами русские видят его в будущем президентом будущей России. Да, авторитет, конечно, мощный. Особенно он свой авторитет поднял, когда в кольчуге танцевал на день чеченской женщины, по-моему, или чеченского языка. Авторитет, конечно, у него мощный. Не будь мракобесом и джаэлем, говорит Томсик, этот праздник давно потерял религиозные корни и приобрел светский характер. Многие уволимы дали фетку на празднование этого дня в кругу без семьи, без злоупотребления. Да ради бога, друзья, вы предъявляете мне, как будто бы я вам что-то по этому поводу говорю. Сходите с ума как вам угодно. Вопросы религиозного характера, пожалуйста, на религиозных площадках. Там вам все это разъяснят, объяснят. Я, наоборот, призываю к тому, чтобы посмотрели, разобрались в теме, какое-то мнение для себя взяли, все, и оставили. Зачем на эту тему спорить, пытаться кого-то в чем-то переубедить? Понятно же, что ничего не получится. Если человек в этом именно разобрался и принял какое-то мнение, то все, ты здесь уже бессилен. Другое дело, когда к тебе кто-то приходит, не зная, допустим, и задает тебе вопрос. И ты ему как бы, либо отвечаешь, либо указываешь ему там путь, где он может узнать. Но когда тип уже пришел с какими-то убеждениями и пытается с тобой что-то, да оставь его ради бог. Почему эти либералы такие мерзкие люди с двойными стандартами? Значит, как Россия бьет ракетами, они всегда апеллируют на закон и его безукорызненное соблюдение. А как Украина бьет, так это ответка. Так, я, честно говоря, не знаю, кто там как что комментировал. Речь, наверное, идет про удары по Белгоруду. И вообще, в целом, свое мнение скажу, когда воюющие стороны бьют по гражданским объектам, то это нарушение правил ведения войны, целенаправленное, если бьют по гражданской инфраструктуре. Это, безусловно, нарушение. И не важно, кто с какой стороны это делает. И, конечно, правовая оценка должна даваться одинаково, вне зависимости, опять-таки, от стороны. Но я не знаю, кто там что по этой теме сказал. Я не знаю, по каким объектам были нанесены удары. Я в этой теме не разбирался, честно говоря. Так, Юсуф. Саламу алейкум, брат, как здоровье? Я хотел бы узнать твое мнение и отношение к имаму Абу Ханифи и к шейху Аль-Альбани. Я недавно столкнулся с мнением братьев с Кавказа о том, что они заблудшие. Ваалейкум ассаляму араму та баракату. Я приближаюсь к Всевышнему Аллаху от подобного мнения, брат. Я далек. Для меня это величайшие имамы нашей умы. Это как океаны, мировые океаны знания в исламе. Конечно, это совершенно разного уровня. Шейх Абу Ханифа, это все-таки Муджтагид, это величайший имам. Предводитель одной из сунницких школ. Шейх Альбании, это величайший мухаддис. Да помилует их Всевышний Аллах. Поэтому, конечно, я люблю, уважаю этих шейхов. И я далек от подобных мнений. Когда Кадыров отправится захватывать Украину? Это очень хороший вопрос. Два эфира назад, по-моему, да? Или три эфира назад я как раз показывал его. Показывал ему кадры матерей чеченских, которые провожали детей. Своих детей, которых Кадыров отправил насильно воевать в Украину. И это были такие очень тяжелые кадры. Когда матери плакали, бежали за этими грузовиками. И вот мы тогда Кадырову сказали, да? Давай ты отправь своих детей. Покажи, как ты бежишь за своими детьми, как ты плачешь. Как твоя жена плачет, отправляя твоих детей. И вот ноль реакций. Как будто бы они этого не услышали. Они прекрасно знают, что в народе это очень серьезно разошлось. Что люди это обсуждают. Что люди задаются этим вопросом. Они это прекрасно знают. Но они не отправят туда своих детей. Ни он не отправит, ни его окружение не отправит. Никто. Обрати внимание, Кадыров, для тебя информация. Мы тебя пристыдили. И казалось бы, за это твое окружение должно было... Они ведь тоже услышали это. Они тоже увидели эти кадры, услышали наши упреки. Твое окружение должно было сказать, мы отправим своих детей туда. Не нужно Кадырову отправлять туда своих. Мы отправим своих. Мы ближайшие его соратники. И мы своих детей, своих братьев отправим добровольцами воевать в Украину. Но ни один из твоего окружения, Кадыров, этого не сделал. Ни один. Иудов не отправил туда своих детей. Делимханов туда никого не отправил. Делимхановы, точнее. Сколько у них детей, сколько у них разных родственников ближайших. Никто. Понимаешь, насколько даже твое окружение на самом деле не готово ради тебя, ради сохранения твоей репутации, твоей чести. Не готовы они жертвовать, не то что жертвовать, ставить под угрозу жизни своих родственников. Туда отправляют тех чеченцев, тех чеченских сыновей, у которых нет влиятельных родственников республики, которые могли бы отмазать этих своих детей. Вот таких туда отправляют. А твое окружение, вы все, конечно же, можете своих отмазать, поэтому никто туда не едет. Задумайся над этим. Расскажи, в какой исторический период возник институт крованой мести и какую социальную функцию он нес, кроме чеченцев, у каких еще народов есть эта норма? Слушай, я не эксперт в этих вопросах, поэтому в какой период это возникло, я, конечно, не могу сказать. Какую функцию он нес, это, конечно, удержание людей от совершения преступления. Когда люди знали, что воздаяние неизбежно, то это их останавливало от совершения преступления. Где еще у каких народов это практикуется, тоже не знаю, по крайней мере, в нынешнее время не знаю, где и как практикуется. Раньше это практиковалось у многих людей на Кавказе, даже среди грузин есть цваны, даже у цванов была такая практика. Редактор субтитров А.Семкин